В ближайшее время в Запорожье могут появиться новые автобусы и троллейбусы. Для этого муниципалитет намерен взять кредит на льготных процентных условиях. Правда, для этого еще нужно получить добро от правительства. Об этом шла речь на заседании за круглым столом, в котором приняли участие представители власти, общественники и частные перевозчики. Обсуждали перспективы развития пассажироперевозок, приобретения автобусов большой вместимости и тарифной политики в областном центре. Подробности у Натальи Зайченко. Качество пассажироперевозок в Запорожье не соответствует европейским стандартам. Отработавший свой электротранспорт, отсутствие больших автобусов и маршрутки, водители которых то и дело пополняют печальную статистику ДТП, не делают наш город привлекательным. К тому же изношенный транспорт наносит огромный вред экологии выхлопными газами. К слову, тема замены маленьких маршруток на автобусы большой вместимости обсуждается в областном центре не первый год. Пока в бюджете областного центра средств на это нет. Более того, такие автобусы не только перевозят больше пассажиров, но и топливо потребляют в разы больше, чем микроавтобусы. А это может повлечь за собой повышение тарифа. А действующий сегодня реальных затрат не покрывает, говорят, ссылаясь на перевозчика в муниципалитете. На сегодняшний день установлен основной тариф 2,50, при том, что расчетный тариф уже давно за 4 гривны перевалил. Это, конечно же, ложится на плечи перевозчиков. Это несоответствие в тарифах. Даже пока и не обсуждается поднятие тарифов на тех автобусах, которые есть в Запорожье. С электротранспортом ситуация не лучше. 80% подвижного состава давно подлежит списанию, отмечалось на заседании. А новый трамвай стоит около 6 миллионов. В городском бюджете таких средств нет. Принято решение выполнять капитальный ремонт подвижного состава. Тем более, что в Запорожье электротрансе для этого есть все условия. К сентябрю обещают запустить в работу 10 отремонтированных вагонов. Между тем, абсолютное большинство пассажиров трамваев и троллейбусов – льготники. И доходов от их проезда на предприятие не получают. В электротрансе придумали, как завлечь молодежь, а значит увеличить прибыльность. Мы выступили и получили грант на Wi-Fi, который 50 тысяч нам выделил Запорожьсталь. Сейчас 9 вагонов ездят с надписями, если вы видите, на трамваях. Сел в трамвай лови Wi-Fi, так он и назывался, наш проект. Значит, проверяя работу Wi-Fi, вы можете спокойно подъехать к трамваю на автомобиль и подсоединиться на свой ноутбук и посмотреть рядом. У вас будет работать интернет, и вы спокойно можете ездить за трамваем и пользоваться бесплатно интернетом. Не исключено, что в будущем в Запорожье могут появиться также новые автобусы и троллейбусы. Муниципалитет принимает участие в государственной программе обновления подвижного состава. Если город получит добро правительства, власти смогут взять льготный кредит. В планах приобрести 30 троллейбусов и 60 автобусов средней вместимости.